Санкт-Петербургский университет Петра Великого форума приветствовали прямо с орбиты, с борта Международной космической станции. Неделю науки Политехнического университета посетили наши герои – космонавты Юрий Валентинович Лунчаков, Александр Юрьевич Калери и Елена Олеговна Серова. Космонавты по достоинству оценили выставку достижений космической отрасли в выставочном зале университета и наглядно объяснили студентам, каково это – жить и работать в космосе. Над созданием первого на Северо-Западе и в Политехе студенческого автомобиля мировой гоночной серии «Формула Студент» целый год трудилась команда из 18 представителей различных институтов вуза. Студенческий автомобиль разгоняется до 100 километров за 4 секунды. Теперь, помимо сессии, ребята готовятся и к гонкам. В рамках недели науки состоялась лекция знаменитого физика, члена-корреспондента РАН, директора научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаила Валентиновича Ковальчука на тему «Природоподобные конвергентные технологии, глобальные угрозы и вызовы». Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Валерий Александрович Черешнев прочитал студентам Политеха лекцию «Умение познавать и быть здоровым». Программа «Умник» направлена на выявление и коммерциализацию инновационных проектов молодых исследователей. Победители конкурса получили гранты в размере 400 тысяч рублей на два года на развитие своей идеи. На этот раз среди «Умников» оказалось четверо студентов Политехнического университета. Награждал победителей вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Мовчан. Подвели итоги ежегодного научного форума, а также ответили на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции ректор Политехнического университета Андрей Иванович Рудской и члены Наблюдательного совета ВУЗа, директор Курчатовского научного центра, председатель Наблюдательного совета Политеха Михаил Валентинович Ковальчук, председатель Совета РФФИ Владислав Яковлевич Панченко и заместитель министра образования и науки России Александр Борисович Повалко. Встреча руководства Политехнического университета с абитуриентами началась с выступления первого проректора Владимира Викторовича Глухова, который познакомил абитуриентов со структурой ВУЗа, его историей, великими учеными, творившими в его стенах, а также достижениями в образовательной и научной деятельности. Участникам также рассказали о возможностях, которые открываются перед студентами Политеха в учебе, спорте, науке и отдыхе. В коридорах главного здания университета школьники и их родители смогли ознакомиться с направлениями подготовки различных институтов ВУЗа, дать команду роботам и перенестись в прошлое, посетив военно-исторический клуб «Наш Политех». В завершении события в большой физической аудитории абитуриентам показали зрелищное физическое шоу.